Здравствуйте, это новости нашего города с обзором самых заметных событий дня. С 1 октября для предпринимателей Ямала упрощен доступ к получению субсидий, которые распределяются по программе поддержка малого и среднего предпринимательства. В частности, разработана унифицированная форма заявления, а также увеличен максимальный размер субсидий по направлению поддержки, связанной с приобретением оборудования в лизинг. По данным специалистов, малый бизнес на Ямале представляет 66% от общего количества предприятий округа. За последние пять лет на реализацию мер господдержки из окружного бюджета направлено более миллиарда трехсот миллионов рублей. Общий объем налоговых отчислений при этом составил порядка семи с половиной миллиардов рублей. За последние годы в несколько раз увеличилось количество малых предприятий и оборот их деятельности. Возросло количество ямальцев, занятых в этой сфере. Мы приветствуем предпринимателей инициативных, социально активных, которые готовы развивать свое дело, внедряя передовой опыт, технологии, новые формы работы. Основная наша цель – обеспечить эффективное взаимодействие делового сообщества и органов власти в вопросах развития предпринимательства на Ямале. Конечная цель этой работы – всестороннее повышение уровня и качества жизни ямальцев, подчеркнул Дмитрий Ковылкин. Тем временем стоимость американской валюты впервые в истории превысила отметку в 40 рублей. В самом начале торгов на московской бирже за доллар заплатили 40 рублей 1 копейку. В первые полчаса торгов он доходил до отметки в 40 рублей 5 копеек. После этого курс американской валюты снова спустился в зону ниже 40. Курс доллара ставит рекорды уже третью неделю подряд. Впереди новый барьер в 41 рубль. Впрочем, с этим уровнем американская валюта может и не справиться, отмечают эксперты, если подействуют объявленные недавно меры Центробанком по сглаживанию растущего спроса на валюту со стороны российских компаний. Такие существенные колебания бивалютной корзины неизбежно ведут и к изменению расценок на продовольствие. Так, на Ямале выросла цена мороженой рыбы, кур, сливочного масла, кефира и сахара. Самая дорогая рыба в Ямальском районе, а вот в Ноябрьске самая дешевая – чуть больше 100 рублей за килограмм. По информации профильных специалистов, основная причина роста цен в нашем округе – это поступление новых партий товаров с более высокой стоимостью. Контроль за переселением из ветхого и аварийного жилья нужно усилить. Такое решение принято по итогам заседания правительства России в рамках вопроса о реализации комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте Кабинета министров. В этом году планируется предоставить пригодное для проживания жилье более чем двум сотням тысяч россиян. Руководителям высших исполнительных органов госвласти рекомендовано усилить контроль за соблюдением графиков реализации региональных программ по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом финансовой ответственности. На Ямале на ветхих домах появятся таблички с датой расселения. Такое поручение всем российским регионам было дано Министерством строительства и ЖКХ. Сама табличка должна быть оформлена в строгом соответствии с макетом, размещенным на сайте Минстроя. По информации представителей Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, сейчас в регионе 226 тысяч квадратных метров ветхого жилья. И вопрос переселения граждан из подобных домов постоянно находится на контроле. Тем временем правительство призывает активнее реагировать на проблемы и жалобы граждан, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных услуг. Причем власти уверены, что в этом вопросе нужно как можно активнее привлекать общественников и СМИ. Нам необходим тщательный и активный мониторинг проблемных ситуаций в сфере ЖКХ, так как Минстрой России сможет реагировать на них еще оперативнее. Нередко случаи, по которым приходится предпринимать незамедлительные действия, поступают нам быстрее через социальные сети и другие источники, чем от общественных контролеров. Имущество ямальских должников выставят на торги. Об этом сообщается на сайте службы судебных приставов округа. Торги в форме аукциона пройдут в четырех муниципалитетах 20 октября. В общей сложности будет выставлено 14 лотов, среди которых автомобили, движимое и недвижимое имущество. В ноябрьске общая сумма лотов составит порядка 14 миллионов рублей. В Муравленко на торги выставят имущество стоимостью 11 миллионов рублей. Также торги пройдут в Новом Уренгое и Надыме. Добавлю, судебные приставы рекомендуют оплачивать свои долги своевременно. Иначе вполне возможно, что в ближайшее время с молотка уйдет и ваше имущество. Тех, кто не заботится о безопасности детей, станут штрафовать на сумму в сто раз большую, чем сегодня. Речь идет о таксистах, в автомобилях которых нет удерживающего кресла. Штраф не просто вырастется до 50 тысяч рублей. Водителям может грозить лишение прав на полтора года. Завтра Госдума о втором чтении рассмотрит соответствующий законопроект. Напомню, дети до 12 лет в машине должны быть обязательно пристегнуты ремнями безопасности. Это требование правил дорожного движения работает с 1 января 2007 года. Есть, правда, одна проблема. Сегодня не существует детского кресла, которое бы подходило при определенной трансформации для младенца и ребенка в возрасте до 12 лет. А некоторые дети к этому возрасту уже выше 150 сантиметров и вполне могут пристегиваться взрослыми ремнями безопасности. Автогражданка дорожает. Сегодня российская газета публикует важные для водителей документы. Вступает в силу указания Центрального банка о предельных размерах базовых ставок тарифов и коэффициентах ОСАГО. Базовый тариф увеличен минимум на 23,2%, максимум на 30%. Российская газета подсчитала, сколько это в рублях. Тариф был 1980 рублей. Сейчас он составит минимум 2439 рублей 36 копеек, максимум 2574 рубля. В результате стоимость ОСАГО изменится существенно. Например, водитель из Москвы старше 22 лет и со стажем вождения больше 3 лет ни разу не попадал в ДТП. Так вот, раньше он приобрел бы полис за 3326 рублей, сейчас же минимум за 400. Если же водитель побывал в аварии, то заплатить придется на 5-6 тысяч больше, чем прежде. Новые тарифы вступят в силу уже в конце недели. Пьяный водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Это произошло вечером в воскресенье на проспекте Мира. 35-летний водитель отечественного автомобиля не пропустил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по зебре на зеленый свет. После наезда на мальчика водитель «Лады» спешно покинул место ДТП. Однако полицейским удалось найти нарушителя. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку. Виновник аварии будет привлечен к ответственности за оставление места ДТП, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Подросток же с серьезными переломами сейчас находится в стационаре. Роковая встреча БМВ с фонарным столбом закончилась серьезными повреждениями для дорогой иномарки. Это произошло около 5 утра в воскресенье. По данным спасателей, водитель немецкого авто не справился с управлением и врезался в фонарный столб. К счастью, сам водитель иномарки не пострадал, а вот автомобиль теперь, вероятнее всего, придется отправить в утиль. 10 лет колонии получил житель города за убийство. ЧП произошло еще в конце мая рядом с одним из домов по улице изыскателей. Как выяснилось в ходе следствия, двое молодых людей повздорили из-за ремонта. Хозяин квартиры оказался недоволен качеством выполненных работ. С одним из работников произошел конфликт, который вспыльчивый заказчик решил при помощи ножа. Его оппонент от полученных ран скончался, а сам молодой человек еще сутки скрывался от правоохранительных органов. Однако был задержан полицейскими и осужден. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбытием наказаний в колонии строгого режима. Кроме того, судом в пользу компенсации морального вреда, причиненного потерпевшим, взыскана сумма в размере 2 миллионов рублей. Очередной факт нападения собаки на людей, зарегистрирован на Ямале, теперь уже в Вангапуровском. В ноябрьском центре ветеринарии подтверждают, пёс достаточно крупной породы успел покусать семерых человек. Как поясняется, собака проявляла агрессию абсолютно безосновательно. Напуганные жители микрорайона сами убили животное. Пока неясно, было ли у пса бешенство, это покажет анализ. Ветеринары уже взяли пробы. Всем, кто контактировал с собакой, даже тем, кто не был покусан, рекомендуют обратиться в больницу. Готовы ли экстренные службы на Ябрьска к чрезвычайным ситуациям? Это проверяли в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая состоялась 4 октября. Так, к примеру, на базе городского аэропорта собрались пожарные, медработники, специалисты по электро- и теплоснабжению, аварийно-технические расчеты, была задействована и спецтехника. Такие же строевые осмотры были проведены на станции скорой помощи, в Энергогазноябрьске, Центре гигиены и эпидемиологии, в полиции, пожарной части и ноябрьских электрических сетях. Как показала проверка, ноябрьск к внештатным ситуациям готов.